Здравствуй, YouTube! Это пара слов о ноже Коттермастер. Он был де-факто как бы показан на канале, озвучен, но сейчас я им уже достаточно попользовался. Он прошел у меня период, когда затупилась заводская задочка, вот, и пришло время его переточить. Он был переточен и с тех пор тоже провел какое-то время в EDC. Ну и, собственно говоря, настало время буквально коротко сказать в сухом остатке таком, да, что мы имеем. Во-первых, мы имеем офигенно ни на что не похожий нож. То есть стиль Коттермастеров, он очень узнаваем, он, ну, для тех, кто знает марку, он очень своеобразен, при том, что как-то не странно, и это может казаться так по внешнему виду, да, как бы, но ножи Коттермастера, конкретно вот этот Templeton QTR3, они очень удобны. То есть он в руке, он очень, он офигенно удобен. Единственное, что было бредово совершенно, это шпеньки, которые перекрывали, треть клинка сжирали, но я их и убрал. Вот. А так, в принципе, абсолютно практичный нож. Длины клинка, естественно, для продуктовых дел недостаточно. Но, с другой стороны, эта длина клинка, это примерно то же самое, что офигцерского размера Викс или Венгер. И, в общем-то, с ним тоже можно мириться, им тоже можно нарезать там колбасу, хлеб. Да, это будет некрасиво, да, это будет неудобно, но сделать это можно. Почему этот момент, как бы, отпадает, скажем так, проблемы здесь нет. А дальше начинаются любопытные нюансы. Благодаря форме и ухватистости толстой рукояти и тонкому достаточному сведению в полмиллиметра этот нож отлично что-то строгает, вгрызаясь в материал. Благодаря, тем более, как бы, 154-й порошковой стали. Эта сталь мне очень тоже понравилась. Заводская заточка села очень аккуратно, равномерно, по всей длине, просто начала отблескивать. Вот. А я нож перетачил, перетачил достаточно зло. И, ну, в принципе, могу показать, наверное, но вряд ли это будет как-то очень хорошо видно. Вот. Я боюсь, что только время отнимет. Сейчас, быстренько. Так, давай фокусируйся. Давайте текст подставим на клинке. Фокусируйся. Значит, ну, собственно говоря, вот так вот он заточен у нас. То есть здесь не зеркало, в которое можно прям смотреться, но подвод достаточно выведен. И это были сначала барайды, потом пара натуральных камней, и потом алмазная паста и финишная паста, полировальная на бланках кожаных. То есть нож режет вот этот нож, режет бумагу с вывертами совершенно спокойно. Вот. И с тем самым, так называемым, отскоком бреет волосы. Так вот, сталь эта в заточке показала себя очень приятно. То есть она потихонечку, уверенно, спокойно обрабатывается, предсказуемо. И после того, как я его заточил, ну, он ничего серьезного, конечно, не резал. То есть пару раз продукты, там, буквально, значит, там, картонинку, там, скотч, там, и так далее. То есть не более того. Однако, ни одного малюсенького даже следочка на режущей кромке сейчас не появилось. И, в принципе, если уж заточка заводская садилась столько времени, сколько она садилась, есть у меня все-таки скромное предположение, что моя заточка продержится дольше. Вот. И никаких проблем здесь, как бы, со сталью нет. То есть она хороша. Это не какая-то, там, суперзлая сталь, которую очень сложно точить. И дальше, в принципе, этот нож я еще долгое время буду просто править. Не буду его перетачивать, естественно, потому что сведение с таким гриндом клинка, оно будет увеличиваться с каждой переточкой, вот, ощутимо. Ну, и, наверное, самый важный момент сказать будет о ношении. Блин, нет, получается. Легко. То есть, да, нож толстый, но он короткий. И, да, нож тяжелый достаточно, но у него грамотная клинка. Клипса. И он, в принципе, только если очень толстый край кармана требует того, чтобы немножко оттянуть клипсу, а она мягкая, и это можно сделать безболезненно. Вот. Чтобы посадить, нужно немножко оттянуть клипсу. А так, в принципе, он совершенно легко садится в карман. Благодаря вот этим вот насечкам здесь и здесь он абсолютно легко извлекается. Торчит он немного, то есть из кармана он торчит буквально, ну, практически ничего не торчит из кармана, только толщина, да, как бы заставляет задуматься у людей, что там вообще такое и почему. Вот. Но при этом надо сказать, что так как он такой интересного дизайна, и так как он небольшого размера, людей он не пугает совершенно. Единственный нюанс, ну, это все-таки флипер, да, и флипер очень хороший с подшипниками, и флип, вот флип немножко как бы заставляет у людей поднапрячься. Но, опять-таки, общий меролюбивый вид складывается в силу особенностей дизайна и в силу небольших размеров. Вот. Честно говоря, надо очень, вот очень честно признать, видео, наверное, отдельное сниму про свое понимание DC. В моем понимании DC это замечательный ножик, и я его с большим удовольствием таскаю, прямо с огромным удовольствием таскаю. И, ну, вот за последнее время, когда, если исключить время, когда он был тупой, то есть я его просто не брал, потому что он был тупой, то я в большей степени предпочитал его прогулять, а другие ножи я как бы брал из серии, потому что, ну, надо прогулять и другие ножи. Вот. Безумно, безумно, безумно мне нравится. При этом это нравится, оно как бы не из серии, потому что он красивый, да, или желтенький, или черненький, как бы. А это нравится, потому что чем больше им пользуешься, тем больше понимаешь, что вещь вроде странная, вещь вроде необычная, но она офигенно удобная, и она реально рабочая. Вот, что мне понравилось в этом ноже. На этом, собственно, все. Просто такой отчет, скажем так, да, потому что нож был объявлен, но была некоторая недосказанность, в том числе у меня у самого, как бы. Теперь я все про него, скажем так, знаю. Вот. Вот. Надеюсь, вам это тоже было интересно. Я бы так сказал, если вы увидите Котормастер любой по хорошей цене, имеет смысл взять. Правда, это нажили на любителя. Может быть, его будет сложнее перепродать, если он вам вдруг не понравится. Вот. Однако, мне кажется, что если у вас, ну, как бы, изначально картинки нету отторжения, да, как бы, то нож в руке и в использовании вам понравится. Разницы между весом, там, 170 грамм и 190 грамм, уже, как бы, или, там, 210, уже, блин, принципиально нету. Если нож весит, там, больше 120-130 грамм, то это уже тяжелый нож. И, в принципе, уже разницы, по-моему, никакой. Поэтому я лично, скажем так, противопоказания не выявил. Классная штука. Котормастеры меня порадовали. Конкретно вот на примере этого экземпляра. До новых встреч в интернет-эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok